Всем привет! С вами снова Придонкин. Прежде чем что-то я начну делать, я тут хочу ответить на вопрос мне мой теперешний редактор канала YouTube, это вы знаете кто я рассказывал, это мой сын. Он мне скинул такой, сейчас я вам почитаю, послание написал Дмитрий Широков. Я просто хочу сразу ответить ему и тему закрыть. Читаю. Здравствуйте, вот смотрю за вашим творчеством не первый год, неужели имея 100 тысяч подписчиков нельзя перебороть свою лень и собрать красивый заводской ПС. Ведь вас смотрят подрастающее поколение, берут пример как надо и как правильно. И доставая свои старые ежи, они только слышат мнение охоты, это все большие буквы, мнение охоты, лень и так сойдет. Очень хотелось бы, чтобы у вас был ПС лицо канала. Вопрос с запчастями и документами можно решить. Вас смотрит столько людей по стране, могли бы, могли бы. Надеюсь вы, Валентин, прочитав мое мнение, немного задумаетесь. Спасибо, ничего личного, это мое мнение. Спасибо за высказанное мнение, я отвечаю по пунктам. Я уже как-то высказывался, это было неоднократно, видимо проходило незамеченным. То, что я отвечал, или это было как-то там сквозь зубы, в бормотании. И кто-то, ну короче, пропустил мимо ушей. Первое. Найти с документами мотоцикл, сейчас довольно дорогое удовольствие. Сейчас все уже начинается примерно от 60-70 тысяч. И то не факт, что документы будут. То есть, пришел без всяких геморроев. Пусть это будет рама с колесами, половинки, которые запиханы в двигатель. Ну, просто видим из мотоцикла и что можно было поставить на учет. Это от 70 тысяч. Насколько я знаю, об этом многие уже мои знают. И подписчики, и зрители, и те, кто живет со мной здесь вместе. Мы, вы помните, покупали черный пес. Ну, это уже было сколько, три года назад. Я его купил у своего кореша. Хорошего, ну не то, что прям сильный друг, но очень хороший знакомый. Санек, Саня, если ты смотришь на меня, спасибо тебе. Я купил у него за 20 тысяч мотоцикл, которые надо было, вы помните, собирать и разбирать. Мы там с ним занимались. И покупал его не я, потому что мечтой он и в ФПС грезил мой продюсер, Санек. По сути, купил он его за 20 тысяч. Я на 5 тысяч купил железяк к нему. Я показывал тут от него из этой кучки самодельные шатуны. Ну, тут уже Саня, я не знаю для чего, незадолго до своей смерти, он поудалил много видео. И там, ну, короче, он старался соответствовать каким-то веяниям канала. Быть в тренде, так сказать. И он много поудалял. Ну, ладно, это уже дело прошлое. Там все это есть. Как я покупал, как я собирал, что я делал с картерами, все это помнят. Иными словами, я в состоянии собрать мотоцикл и даже купить его. Но, остается только один такой вот знак вопроса, такой вот крючок. Зачем? Знак вопроса. Те мотоциклы, которые я использую, как я использую, ну, на меня смотрят как на дебила. То есть, я сейчас возьму мотоцикл, да, нормальный. У меня где-то на канале есть, я катаюсь на реставрированном мотоцикле. На реставрированном мотоцикле вам предоставил Алексей. Он коллекционер всех мотоциклов. У него там их было много-много. Я катался на ее восходе, Юпитере, там еще много на чем. И там был у него ИШПС. В изюмительном состоянии. Он его купил за, только вдумайтесь, это уже было три года назад, 350 тысяч. Ребят, я не настолько богат, чтобы тратить деньги, там, 70 тысяч, а потом еще к нему покупать всякие услуги маляров. Плюс к этому краски, покупать непонятные запчасти. Те запчасти, которые у меня были от японца, я отдал все моему продюсеру. Он у него был, получился японец, все на документах, нормально. И он ему продал за 95 тысяч. То есть и то он был ни в стоке, ни в стандарте. Чтобы собрать стоковый, мужики, ну я не знаю, даже будь у меня столько денег, я не стал бы этого делать. Я бы добавил, купил аномарку, чтобы там накорячивать. И в завершение, я долго тут уже опять говорю, в самом начале, я просто отвечаю на вопрос. Вот ты там, люди смотрят. Да пусть они смотрят. Мое дело помочь настроить мотоцикл, чтобы он хотя бы не заклинил, не забеднил хотя бы. Я тут отписываюсь постоянно, буквально совсем недавно, я человеку писал, сын мне прислал опять, типа, что отвечать на вопрос. И я уже, да чтоб не быть голословным, сейчас я прочитаю. Просто тут уже, это дело уже набило оскомину. Я каждый раз отвечаю, отвечаю, отвечаю. Человек пишет, сын переслал. Ну я прочитаю вслух. Добрый день, уважаемые придумки, не поможете ли мне с проблемой. У меня ИШ К16, не могу настроить карбюратор ИКОВ 2934. Хотел посмотреть вашу серию Мотокрыса на ИКОВ 36 мм. Ну ее удалили с Ютуба. Я расширил заслонку, как у 36-го ИКОВа. Но насколько сверлить жеклёры, не пойму. Подскажите, пожалуйста, заранее. То есть я об этом уже тер, 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 тер. Но, я как сказал раньше, мой кореш, мой продюсер взял и каким-то удалил много-много видосов. Не знаю сколько, но удалил канал. Подчистил он настолько сильно, что там короче караул. Для чего, не знаю. Я у него пытался выяснить, но что-то так и не понял. Сказал, что так выгодно, что так модно, что так нормально быть в тренде. Я много раз говорил, что по телефону починить мотоцикл, ну могу дать какие-то советы, самые общие. Обидеть человека не сказать ничего и сказать, пошел в жопу, я не могу. Я ему ответил, читаю, пишу ему. Могу дать самые общие советы. Главное, жеклёр должен быть примерно 1,3 мм. Жеклёр холостого хода 0,45. Вырез на заслонке поднимают только в том случае, когда больше никакими способами нельзя убрать заливание с низов. Подпиливают обычно не более 2 мм. И это в том случае, если до этого не трогали заслонку, то есть не пилили. Все остальное и все остальное для каждого мотора крайне индивидуально. И давать совету без толку, вот так оно и есть. Если никак не выходит настроить, помогут стандартные карбюраторы. Которые шли КПС. Микуни и К-62М. И вот я отвечаю довольно часто на эти вопросы. И каждый раз, скажем так, я пытаюсь никого не обидеть. Дело в том, что я не могу каждый раз сидеть. У меня просто тупо не хватает времени на это. Не то, что я не хочу. Иногда вот просто пришел домой, а у меня просто я там поклевал. И носом в тарелку тресил. И сижу, клюю как малолетка носом в каше. Ну вы знаете, как человек залипает малолетней. Бывает и такое. Иными словами, вот мой сын отслеживает. Он чухает и вот мне присылает. Я что могу. Иногда там что-то там почитаешь. Ну вы понимаете, если этим занимаешься там около десяти лет. Ну это все уже притупляется и как-то уже, ну я не знаю. Вы понимаете меня. И тут мне товарищ пишет, что ты там не можешь собрать. Ребят, могу. Но очень дорого. Вы сейчас знаете, сколько стоит починить коленвал. Или купить готовый. Еще совсем недавно там цены я видел около пятнаря. Купить шатун в Заволжье у Юрия. Как-то там. Он там у него делает, все реставрирует. У него шатун стоил там пять, двести стоил до этого. Значит, это китайский шатун. А ремонтированный советский четыре восемьсот. Это просто шатун купить без препрессовки. Из-за коленвала это отдельно. То есть, на все это деньги космические. Или вот сейчас я допустим, вот я хочу сказать, что вот сейчас у меня рама стоит сзади меня. Я сейчас хочу ее наряжать. Я уже тут как-то тер-тер. Мне бы ее скоструить, я уже договорился. Потом красить, отдавать. Ну опять-таки мотоцикл, ребят, без документов. Мало ли что. Первый полиционер. В жизни все бывает. Я не могу кричать, что я нарушитель всех нарушений, что я от бабушки уйду, от дедушки уйду. Да что угодно может быть. Поэтому его накрашивать, наряжать без документов, ну не вижу смысла. Мое дело его нарядить, чтобы он сандалил, чтобы на нем можно было ездить вот так вот, вот так вот. То есть, мордой вверх, жопой вверх. Или мордой вниз. Стопи ввели. Я, кстати, не сказал, что я до этого на видео говорил, которое удалили. Видео. Это одно. Жизнь это другое. Можно нарядить, накрасить и с него пыль сдувать. Ребят, но я не такой. Для меня HPS, он не представляет никакого вообще ценности. Так как я на них очень давно и слишком давно, я знаю все их не болячки, ну или почти все. Я думаю, что много знаю их. И когда касается дела, мне, ну, мысль таким возникает, что-то делать. Или я поехал, а у меня, значит, не устраивает длинная дырка между первой передачей и второй. То есть, как будто не хватает между ними второй передачи, то есть еще одной между первой и второй. Мне не хватает тормозов, мне не хватает вилки передней. Она хоть и морзоче 60-х годов, кроссовилка тогдашних лет. Она и сейчас очень неплохая, но мне ее мало. Задняя подвеска, но это не подвеска, это смех. Мужики, я очень долго разговариваю, простите, но вот просто накипело. Да, сейчас у меня попадаются такие мысли в голове, вот прям вот, вот, налей, но выпей. А, нет, займи, но выпей. Не могу себе переселить, чтобы начать собирать мотоциклы без документов. Потом, как только у меня все время так пожизненно, как только что собрал, что-то начинает ездить более-менее двигаться, начинаются предложения покупки. Дорого купить никто не хочет. Нет документов. И то, что я сейчас потрачу на его накрашивание, я вряд ли смогу себе вернуть. А так, да, я понимаю, человека, который мне пишет, да, ты не можешь собрать. У меня были мотоциклы, которые соответствуют всему ПС. Ну, я на них ездил, ну, месяца-два, и мне их покупали, просто отжимали. Приходили с такими деньгами, что я просто не мог отказаться. Сейчас я сейчас буду пытаться собирать обычный мотоцикл, так называемый разъездной поджопный, чтобы сел и уехал. Чтобы не жалко было продать, чтобы не жалко его было потерять или где-то бросить. Я вам рассказывал на некоторых видосах, как я мотоциклы забывал и терял. Один на байк-шоу 98-го года, в Орле, в Корабликах, я про захатил. Сантьяк знает, о чем я говорю, он может подтвердить. Вот, и другой мотоцикл я ездил там к одной тете, не буду говорить там чего-куда. И на межгороде у меня сломался. Дело было по глубокой осени, я его бросил, закопал там на обочине, там, закидал ветками. Ехал маршрутный автобус, я у него сел и поехал к тете. И потом приехал по весне уже, ну, уже все, съездил тете и приехал назад. Прошло время, начинаю собирать по привычке из всякого. Допустим, вот появился такой вот железяк, да, вот такая вот. Начинаю вокруг железяки собирать и ШПС. Он же почти собрал, там мне чего-то не хватает. Мне подходит, там, Владимир Петрович Русаков говорит, слушай, ты дурачок, а где же твой мотоцикл? Ты же говоришь, что ты мне добрался на обочине его. Я глазами хлоп-хлоп, какой мотоцикл? Да вот, я начинаю вспоминать и понимаю, что я осел, а про него тупо забыл. А все это происходит из-за того, что у меня к этим мотоциклам, ну, никакого почтения или, там, я уже об этом говорил. Ну да, ну, железяк очередной мотоцикл. У меня их было столько, что я уже не знаю, мне уже, ну, я рассказывал. Не хочу повторяться. Ну да, есть хорошо, нет и хрен с ним. И вот сейчас в этот раз я сейчас соберу вот эту поджопную технику, и я не уверен, сколько я на них проезжу. Мог он сейчас, допустим, потрясти деньгами и скажет, дядя, давай. Я домой, потому что я знаю, что сейчас я за какое-то время опять соберусь под стола какой-нибудь там очередной галлигат. Все, ребят, я еще долго про это могу говорить. Хочу собрать мотоцикл, как мне Дмитрий предлагает. Но дело в том, что я не могу потратить столько денег на его восстановление, на его покупку хотя бы рамы с половинками, с документами, и что можно поставить на учет. Я не могу себе позволить. У меня семья, ну, все остальное не важно. Я занимаюсь своим делом, сейчас я буду заниматься тем, что поставлю центральную подножку на раму и буду угородить на мотоцикл вилку переднюю. Вот она наша рама. Сейчас мы будем заряжать всякими подножками, вилками. Вот подставка центральная, вот подножки, складывающиеся, это с более поздних ПСов, которые уже были перед закрытием программы ПСов. Так, я тут приладил подставку. Видите, вот следы, вот удары вот сюда и здесь. И подножка получается, подставка, слишком далеко, она должна быть как-то вот так вот, да. Она аж вот так уходит. Так что надо сейчас... Почему вытащил на улицу? Потому что в гараже варить нельзя там, потом два часа тут сидеть, чтобы тут ничего не сгорелось. Поэтому сейчас, прямо тут, на улице, здесь наварю, отставлю. Иначе подножка как зря себя ведет. И она от этого ломается из-за того, что... Кстати, вот эта подножка, видите, уже валенная. Сейчас этим заниматься сам буду, сваркать. Варим вот сюда вот. Вот здесь вот. Как правильно сказать-то. Ст Gel. Артурлор Артурлор Слаб. Продолжение следует... 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 Ну а дальше тут по мелочи то и сё. Надо сейчас примерить двигатель. Я ещё не знаю, что буду делать после перекладины. Верхнее крепление двигателя. За тесноту не особо видно. Прошу прощения, в гараже надо наводить порядок после зимы. Просто из-за холода ничего не делал. Приболел, то 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 и сё. Но как обычно, но это понятно, что отмазки. Ну вот, по сути, уже и нарисовался облик мотоцикла. Абрис. На этом всё. На сегодня хорош. Уже застыл, простыл. Голос начал пропадать. Всё, что по поводу сборки как с завода. Сами знаете, я уже рассказал с самого начала. Кстати говоря, бардаки и бак с чёрного пса, который мы сделали для моего продюсера. На нём стоит «Полированные дела» от Михаила Кербенёва. Мы отдали в родные краски. Бак и бардаки с наклейками. Он нам прислал хромированное. На нём, на чёрном месте стояла вот эта вот тема. Видите, наклейки старые. Ну и, собственно, всё вот так. Это будет чисто пулялка по городу. Не более того. Пока поставил один амортизатор, чтобы ставил на колёсах. Вот такие дела. На этом всё на сегодня. Всем пока. Берегите себя. Кстати говоря, тут всё это на камере быстро, а на самом деле всё это довольно долго. Там пока то ещё всё это межкотно. В общем, вот так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok